привет друзья сегодня у нас пятый день марафона по дыханию завтра шестой день завтра будет вебинар кто хочет стать мастером профессионалом для себя и своих близких приносить пользу для здоровья и действительно овладеть чем-то таким серьезным с точки зрения помощи себе и помощи окружающим хотя бы своим близким и родным знанием приходите на вебинар ссылка под видео вебинар будет большой полный очень мощный с ответами на вопросы с разбором и теории и практики и в общем-то пользу неоценимую вы получите и начнете вот я могу гарантировать начнете ощущать положительный лечебный эффект уже прямо на вебинаре потому что там будем и практиковать частично кое-что вот так вот времени там будет много три-четыре часа обычно я веду вебинары так что приходите завтра ссылочка под видео кто по ссылочке перейдет запишется получит приз от меня это специальное видео прикольное и очень как сказать полезное да очень полезное для здоровья и практики здоровья ну а сегодня я вам расскажу про специальный тип дыхания который необходимо применять после того как вы переболели коронавирусом или перенесли сильное воспаление легких или какой-то бронхит сильный и так далее то есть там нужно создавать условия для того чтобы отхаркивалась мокрота мокрота это погибшие клетки вот слизистые бронхиального дерева альвеолярные клетки которые должны выйти чтобы освободить место для новых клеток и поэтому нужно этому делу помочь для того чтобы отхаркивалась мокрота необходимое чтобы она отстала от стенок потому что там слизи много до бронха бронхиолах надо чтобы она отстала от стенок и попала в просвет тогда включается кашлевой рефлекс и выбрасывается это мокрота откашливается вот основная проблема особенно я заметил вот сейчас много пациентов приходит кто перенес коронавирус поражает именно вот бронхиальное дерево и то ли качество слизи плохое то ли мало и и не я не понимаю но сухой кашель остается и плохое отхождение мокроты вот ну понятно что для этого можно применять ингаляции там разные там дышать там от картошки то же самое кстати неплохой вариант между прочим вот я имею виду после уже после того как вам надо восстановиться легкие не очищаются они в момент инфекции естественно дышать над картошкой вот но еще есть хитрости всякие хитрости связаны буквально с физикой дыхания что нужно сделать просто банально зажать себе рот нос и вот сделали выдох полный зажали рот нос себе и как бы хоть как будто хотите вдохнуть да но рот с носом зажата поэтому не будет вдоха но создастся отрицательное давление бронхиальном дереве и у вас слизь отойдет от бронхов и бронхиол и отойдет в полость бронха включится вот эти рецепторы которые участвуют в отхаркивании потом возникнет через два-три таких упражнения возникнет кашель и будет от начинать отходить мокрот очень эффективная вещь дренажное упражнение вот берете зажимаете выдох значит основная ошибка при выполнении данного упражнения какая смотрите вы вот это зажали себя тяните воздух сильно стараетесь да потом вам уже держите до того момента пока уже вы там хотите так вдохнуть нереально чтобы ну ну просто уже не надо долго держать буквально 15 секунд там подержали и не надо вот так делать смотрите как сейчас я сделаю вот этого не надо то есть резко руки отнимаете от лица и вот вдыхать это как раз обратно все ваши усилия то есть вот то что она отошла вот вы это сделали она отошла и тут в этот и все она вас обратно прилипло еще хуже еще сильнее тут влипнет и еще и вообще нет не будет никакого отхаркивания это основная ошибка при выполнении этого упражнения то есть когда вы это сделали потом надо убрать напряжение то есть уже не вдыхать отнять руки освободить нос и рот и потом медленно потихонечку вдыхать ясно да всем вот надеюсь ясно упражнение простой но очень эффективно и делать его как надо вот делаете так делаете делаете 15 секунд подержали потом отняли руки обычный вдох вот этих резких не нужно движение не держите долго лучше несколько раз сделать по 15 секунд до тех пор делать пока не начнется отхаркивание отхаркивание произошло все потом можно уже там в обед сделать там это утром сделали потом в обед и вечером и вот так до тех пор пока уже не прекратится отхаркивание то есть обычно недели такой практики хватает чтобы полностью очистить легкие и бронхи ну что ж дорогие друзья будьте здоровы дышите правильно полезно для здоровья омолаживающие как я вас учил лечебно чтобы легкие вас очищались как сегодня мы говорили да чтобы гипертонические кризы можно было сбить и убрать без таблеток ну а завтра мы обо всем этом поговорим просто наиболее подробно уже с рисунками со слайдами и нюансами отвечу на вопросы на ваши приходите завтра на вебинар ссылка под видео регистрируйтесь ну упражнение будет от меня к тем кто зарегистрируется сюрприз бесплатный ну а я вас всех люблю целую до завтра с вами был доктор шишунин пока подпишитесь на наш канал чтобы не пропустить новое видео для этого нажимаем кнопку подписаться под этим видео после того как вы нажали подписаться вы подписаны нажмите на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту выберите получать все уведомления и сохранить также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора шишонина клуб бывших гипертоников доктора шишонина видеофильмы доктора шишонина запись на бесплатное обследование в клинику будьте здоровы